Хопкинс рвется в бой с Роем Джонсом. Мне кажется, в этом бою он должен был предоставить гораздо больше оснований для своей заявки на встречу с лучшим боксером мира. Ну, бокс вещь непредсказуемая, это уже избитый штамп и, возможно, более сильный раздражитель, чем вот Карл Дэниелс может и проявить у Хопкинса. Такие способности, о которых он и сам не подозревает. Лэри Мерчинт с обязательным набором вопросов к чемпиону. Чемпион сейчас будет чем еще знаменит Бернард Хопкинс? Это умение им говорить без остановки часами. Он большой оратор. Некоторые сотни из них по-другому. Было ли что-то разное в этом? Как вы думаете? Ну, я думала в том, что они пытались выставить мою руку на Карл Дэниелс. Но это было сложнее. Я имею в виду, что Сау-Паулы были сложнее. И, знаете, Лэри, я не знаю, как я смотрю, пока я смотрю на тейп. Но я никогда не смотрю на Сау-Паулы. Потому что он действительно не пришел к борьбе. Но, вы знаете, я, честно вам сказать, даже не вижу смысла переводить все, что говорит Сау-Паул. Чемпион. И давайте посмотрим, говорит Лэри Мерчин, как это было в некоторых эпизодах. Ну, Попкинс отдает должное противнику. Говорит, что он хорошо двигался, что погасить его движение ударами по тулуще было очень трудно. Что он был, так сказать, треки, хитрый, изворотливый. Как вы думаете, вот то, что вы показали сегодня в ринге, ваше исполнительское мастерство, достаточно для того, чтобы убедить прессу и публику, что вы имеете право на требовать встречи с Роем Джонсоном. Ну, тут длинная речь, длинная речь Лэри Мерчинта, в общем, посвящена тому, что Рой Джонс, он суперзвезда. Что тут два аспекта встречи. Это, во-первых, репутация, во-вторых, деньги. Хопкинс говорит, что почему бы, собственно говоря, ему бы и не дать мне этот матч-реванш. Он суперзвезда, он может в его руках, в общем, все это, как бы, позволить мне с ним встретиться. Рой, когда вы думаете, что вы имеете право наиболее, что вы имеете право наиболее, что вы имеете право наиболее. Такой телемост между Флоридой и Пенсильванией. Сразу зашел, сразу разговор о деньгах. Рой Джонс, вы, мол, звезда и так далее, вы по-прежнему будете настаивать на том, что при встрече Хопкинсом вы большую часть денег должны получить. Рой невозмутимо отвечает, несомненно. Вообще, это забавная история. Рой перед боем отвлекается на эти переговоры, а Хопкинс после боя уже в ранге чемпиона. Рой, сейчас мы два лучших боксера в мире, вне зависимости от веса. И вы должны миру сказать, что давайте так честно разделим деньги 50 на 50. Ларри Мерчин тут уже пытается свести их на какой-то средней границе весовой. Что, дескать, ты же больше весишь, говорит он Рой, 170 пунктов, а этот 159. Давайте пусть он наберет немножко, а ты немножко сгонишь. Да, тут столкнулись два великых оратора, я думаю, что это надолго. А дела эти происходят по одной простой причине. У Роя Джонса нету равных противников. Просто нет. Сначала он разогнал всех в одной весовой категории, потом был во втором среднем весе королем. Он задержался там недолго, потому что не с кем было боксировать. И тогда он перебрался в полутяжелый вес. Хотя по своему сложению, по своим размерам, что называется, он не такой уж большой парень. Все-таки полутяжи это здоровенные ребята, под 80 килограмм вес. Рой типичный средний вес, стройный. Не такой уж высокий. Но дело тут другое, в другом, в совершенно другом. В фантастическом таланте Роя Джонса. Недаром его считают лучшим боксером мира вне зависимости от веса. Этот список, который по-английски звучит как pound по pound, включает в себя 10 бойцов, вне зависимости от весовой категории, которые там располагаются в такой рейтинговой лесни, лесенке. И вот высшую строчку постоянно занимал Рой Джонс. Очарованные победами Шейна Мозли часто, в общем, некоторые спорили о том, что Шейн даже выше Роя Джонса должен быть. И некоторые его туда и ставили. Некоторые ставили Феликса Тринидаду. Но Рой Джонс по-прежнему в глазах многих остается самым талантливым, самым интересным, самым непредсказуемым и самым великим боксером современности. Правда, должен вам сказать, что Рой Джонс к этому списку лучшего из лучших относятся с юмором, если не сказать пренебрежительно. Он говорит о том, что быть лучшим боксером, вне зависимости от веса, стало модно, туда пихают всех, кому не лень. Тут он задает вопрос. Как можно ставить в этот список человека типа Феликса Тринидада, который семь раз был на полу в течение своей карьеры. Нокдаун. Вставал, потом, правда, выигрывал и так-то. Рой говорит о том, что лучший боксер в глазах прессы и публики это тот, кто мощнее, крепче бьет и кто, в общем, закатывает такие кровавые бои. И выигрывает. Рой же считает, что самый лучший боксер и тот, в кого попасть нельзя. Вот, говорит, давайте вспомним знаменитого Вилли Пеппа. Он провел однажды 10 раундов и его ни разу не коснулись даже пальцем. И снова самые заметные моменты из схваток с участием Роя Джонса. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в исполнении Роя Джонса, который знаменит своей фразой «Мне весело в бою». Она действительно, в общем, справедлива. Это не просто бахвальство. Рой Джонс знаменит тем, что ему процесс важнее результата. он выдумщик. Никогда нельзя сказать, что у него есть какой-либо план в бою, потому что там его просто нет. Если кто-то строит тактические схемы, какие-то планы, пытаясь, в общем, реализовать это во время боя на ринге, то Рой Джонс действует от положения, от ситуации, и так, как ему голову сбредил. Поскольку он... Про него даже нельзя сказать, что он какой-то блестящий тактик. Это человек просто невероятно одаренный. Одаренный потрясающей скоростью, стремлению к импровизации и отношение к боксу как к игре, как к забаве. И это на самом верху, в разряженной атмосфере, так сказать, супер-боксинг. Глен Келли, давайте обратим внимание на него. Он австралиец. И, кстати говоря, австралиец коренной. Абориген. 28 побед у него, ноль поражений, его никто еще не побеждал. 15 побед нокаут. В Австралии ситуация с боксом вообще для американцев интригующая. Во-первых, Глен Келли к этому бой готовил легендарная фигура там у них в Австралии Джефф Феник. Экс-чемпион мира. В общем, самый, может быть, выдающийся боксер за всю их историю, кроме, может быть, Кости Цзю. Потому что то, что сделал Кости Цзю, ни одному австралийцу не удавалось. Не считают Костю Цзю своим, так же, как и мы считаем его своим. Кроме того, недавно австралийцы отличились, ну, правда, не все австралийцы, понятное дело. Ну, такой же Абориген, такой же суперталант австралийский, который поклялся, что он будет чемпионом мира. Вот, умудрился оскорбить национальные чувства американцев после этих жутких терактов 11 сентября некто Мундайн поднялась ужасная буря после того, как Мундайн заявил, что американцам то ли так и надо, то ли они сами напросились, то ли еще что-то в этом духе. Ну, в общем, неприятная была история. Плюс ко всему прочему, Мундайн якобы принял ислам. Это еще возникло. масса всяких кривотолков, слухов, все были возмущены, требуя от Айбеев, а он был первый претендент на звание чемпиона мира, этот австралиец, в общем, требуя лишить его права. Надо отдать должное людям из Айбеев. Они сказали, мы возмущены заявлениями этого претендента, но мы не можем лишить его права бороться за титул чемпиона мира. К великому восторгу американцев не очень броский и слабо бьющий Свен Отки, чемпион по ихней версии Айбеев, этого Мундайна нокаутировал в бою в Германии. После этого, когда справедливость была восстановлена, все обратили взоры на Гленна Келли, который совершенно другого плана боец, это, говорят, достойный парень, человек, который стремился к этому бою давно, который уверен в своих силах, который знает, как выиграть у Роя Джонса и который, в общем, даже чуть не обнародовал свой тактический план перед этим боем. Он заявил, что Роя Джонсу нельзя давать место на ринге. То есть он не должен быть свободен. Вот Джонс при росте 180 сантиметров при возрасте 33 года весит 78 килограмм. Келли 30 лет, 183 сантиметра, он выше 79 килограмм. В общем, он-то как раз в лимите находится полутяжелой весовой категории по профессиональным правилам. Вот он, Келли. С ударом боец. Вот и Джефф Феник. Джефф был чемпионом мира. Я уже говорил вам об этом. Потом проиграл Азуми Нельсену из Ганна. Тоже был замечательный боксер. Джефф сейчас фигура в Австралии обожаемая всеми. Он единственный человек, чье слово непререкаемо. Его оценки цитируют все газеты и телеканалы. И настроен они очень решительно. Но тут есть одно но. Когда Келли заявил, что он собирается лишить пространства на ринге Роя Джонса, он тут же признал, что Роя Джонс такой быстрый, что он не знает, как это сделать. Но будет стараться. Я уже говорил, что Роя Джонс это боец, который ценит больше процесс, чем результат. Поэтому некоторые его бои были довольно скучные. Прямо скажем, его превосходство было настолько велико, что он стремился его реализовать. например, бой с Терри Макгрумом. Рой, что называется, пешком под стол ходил, когда Терри Макгрум был уже знаменитым боксером. Потом Терри состарился, для него бой с Роем Джонсом был очень важен. Хотя бы в смысле денег, он уже заканчивал свою карьеру, должен был хоть что-то заработать, уйти с ринга. Рой, извините за выражение, ковырялся с ним 12 раундов, просто опасаясь его тронуть. Он относился с большим уважением к этому боксеру и только раз сорвался и попал справа. После этого, после того, как Терри поднялся с пола, Рой вальсировал вокруг него оставшиеся раунды, дурача и подставляясь, не пытаясь срубить старого бойца. За это его очень многие зауважают. Что-то будет сегодня. Рой Джонс знаменит своей эксцентричностью, своими манерами, но он, в общем, не грубиян, не стремится нагнать страху на противников, не стремится их унизить, оскорбить. Хотя часто используют довольно жесткие формулировки в своих высказываниях о ситуации в боксе вообще, о некоторых бойцах. В частности, но не переходя границы проектов. здесь, WBA, WBC, IBO, там, штук 5-их. Всяких он сам, наверное, не очень разбирается. Короче говоря, он как бы абсолютный чемпион в этой весовой категории. Макс Паркер, младший рефери в ринге. А кто это такой, честно вам сказать, не могу сказать. United States of America, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Майкл Баффер, ринг-эннаунсер в своем репертуаре. Итак, 28 побед, 15 нокаутов из них ни одного поражения, одна ничья. Вот сейчас милькнул там на заднем плане Джонни Льюис, тренер Кости Дзю. У Глена Келли вместо Джеффа Феником. Короче говоря, тут собралась компания ведущих специалистов Австралии. в углу у Глена 45 побед 36 нокаутов у Роя Джонса. Одно поражение, вот то самое, о котором я вам рассказывал, когда он был дисквалифицирован в бою против Монтелла прошел три весовых категории. Я повторяюсь, наверное, чемпион Ну а для тех, кто этого не помнит, хочу сказать, что Рой Джонс был фигурантом самого большого скандала в боксерском турнире на Олимпийских играх. Когда его лишили золотой медали в выигранном бою против боксера из Кореи, имени которого, наверное, сейчас уже никто и не помнит. Много шума было по этому поводу. Рой Джонс отнесся к этому философски. Он сказал, что в каждой команде обязательно кого-нибудь надуют, кого-нибудь ограбят. Ну, на этот раз этим человеком был я. Да. Прошло много лет. Олимпийский комитет спохватился и выдал Рою Джонсу золотую медаль Олимпийских играх. Келли в голубых трусах. Посмотрим, как он попытается лишить Роя Джонса пространства в ринге. Пока что Рой его лишает, по-моему. Конечно, это интриги. Прессы, как заявляли тут некоторые обозреватели о том, что вот наконец-то нашелся достойный противник Роя Джонс, который знает, как у него выиграть. Вообще, теоретиков полным-полно, понятное дело. Прошло бы это еще и на практике исполнить. Посмотрим, как удастся это Глену Кель. Пока что-то не очень решительно действует австралиец. Выжидает. Рой может отдать инициативу. Рой может пригласить противника показать все, что он умеет. Причем делает это явным образом. Но все, кто пытался затевать с Джонсом вот такую игру в кошки-мышки, прекрасно знают, чем это кончается. Многие пытаются разгадать этот секрет во время боя на ринге, в чем кроется талант Роя Джонса. Да, он очень быстрый боксер. Он очень свободный боксер. Он может варьировать свои действия, может навязать сумасшедший темп, может отпустить человека на несколько раундов. Все он это может. Но неужели этому ничего нельзя противопоставить? Многие пытались, пытались жестко действовать против Роя Джонса. Некоторые пытались от него бегать. Ничего не удавалось. Он делал, как всегда, то, что хотел. Может быть, природа талантов кроется именно в том, что его нельзя определить. Если бы все можно было разложить по полочкам, жить было бы, наверное, намного легче. Он сделал. Он прям отталант спорта. Какая крутая христианская 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 христианская. Библиот människor в 18 Conceptус. Библиоти, под�cribing его безю helper things. Она носит... Котория-сорт Way는 моего старта. Hay лица 30 сальв million. Чтоza, если вы смотрят на планочках. Какогоergüssегора. Какого-unaткин пpowdr2. Достерегает Гленна Келли, Джефф Феник о том, что, в общем, не стараясь одним ударом, все решить. Нужны комбинации, нужны быстрые серии. Вот это была быстрая серия в исполнении Гленна Келли. За что и последовало наказание сразу. Вообще забавно наблюдать, как Джонс, выстаивая в середине ринга и постоянно угрожая вот этим своим джебом, держит в состоянии нерешительности любого противника. Это отвергает состояние сомнений таких вот. Что делать дальше? Атаковать? Нарвешься на встречный удар или на провал? Джонс может зайти в угол, подставиться под удары. Сделать я такое предложение. Покажу, что ты можешь. И мне кажется, в таком же предстоянии задумчивости находится сейчас и Келли. Что остается делать? Только клинчевать. Джонс может добить противника, может и не добить. В каком он сейчас настроении находится. Продолжать бой, продолжать дурачиться в ринге. Для него важнее любого сильного удара противника выставить дураком в бою. Можно ему уж очень досадить, чтобы он всерьез принялся для такой бомбежкой. Удар у Джонса очень острый. Джефф совершенно разбежет. Ты хочешь быть мешком для ударов? Хочешь быть мешком для ударов? Что ж ты подставляешься? Что ж ты так делаешь? Что ж ты творишь? Мы все несправедливы. Два, три, семь ударов у тебя в серии должно быть, а не один. Да, крепко его встряхнуло, конечно, глинный, вот этот длинный правый крюк Джонса. Ну вот, глин, начинает активизироваться. Но опять-таки с одним ударом. А как тут вобьешь в серию, когда Джонс принимает на блок один удар, а остальные идут в воздух, даже если он рядом? Попробуем. Запугал совершенно, задергал. Телли понимает, чем это пахнет, с небрежностью в бою с Джонсом, поэтому очень плотно держит руки, когда тот только с ним сближается. Джонс поставил Келли на дальнюю дистанцию. Ему интересна эта перестрелка. Это как шахматная партия для него. На чем он поймает противника, как он его раскроет. Это понятное дело, что Келли вряд ли выдержит даже размен с Роем Джонсом, потому что уж очень быстрый Роем. А вот тоже старый трюк к Джонсу. Затащить противника. Вытащить на себя. Подставиться. Дать возможность ему поработать. Найти дырку в обороне и ударить. Поймал-таки Джонс его. Обманул. Что же он ждал? Заметили? Хлесткие удары сбоку. Длинные. Слева, справа. И Келли, так сказать, защищаясь от этой бомбежки, развел руки в защите. И Джонс ударил снизу. Поймал-таки Джонс. Вы знаете, друзья, я с большим уважением отношусь к Джеффа Феника. Но нельзя так действовать со своим боксером в углу, когда вам предстоит лучший боец мира. Кому нужен этот скандал? Кому зачем отчитывать парня, когда ему нужно ясно и четко сказать, что он должен делать? Поймал-таки не случился. Покойте. Прикосу. Который. О, cumin. Прикосу. Поймал-таки нею. Пол Ch ally-chan. Который. Пойма- nominee. Тебя требует тренер, если противник тебе этого не дает. Джонс весь как на шарнирах. Настолько он свободный, что иногда кажется просто разболтанным. Это обманчивое впечатление. Он очень атлетичный, резкий. У него очень неприятный удар. И самое забавное, что именно в тот момент, когда все бойцы напрягаются, допустим, во время атаки противника, Джонс как раз расслабляется. Ему важно не просто достать противника, ему нужно достать его как-то особенно, неожиданно. Нажиданный. Псс. 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 Видите, что сделал Джонс? Мог бы добить час. Отпустил. Он играет, как кошка с мышкой. Он заставляет противника нервничать, ничего не делаясь. Для него, я уже много раз говорил, очень важно психологически сломить противника. Заставить чувствовать депрессию, неуверенность в себе. А достигается это очень просто. Когда удары летят в воздух, когда противник кажется, вот он рядом, а все идет в пустоту. Когда любое движение выглядит нелепым и глупым. Конечно, расстройство. Такое наступает, раздражение и бешенство, и злость на самого себя, что человеку приходится больше бороться с собой, чем с противником. Девушки отдыхают, когда он был бы напряжен. Он был бы противник, когда он был в порядке. Он был бы противник, что человеку не было. Прямо наступает. Есть листья для лица. Наступает, поскольку загрязывая. Он был бы поднимает. ОднаSean, предлавлялась. Встречая, он был бы точно заставкой, мать. Он не может отбежать нам. Он не может отс unleash. Он не может перейдать, он не может. Второй момент. отчего это джонс никогда не устает никогда не устает он не задыхается просто поразительно а Да, наконец-то это была атака. Правда, безрезультатная. И снова Джонс отпускает противника. Келли пока что все выдержит. Он держится действительно с большим достоинством. Ну что поделаешь. Класс разный. Хороший, волевой, настойчивый боец против... Человеку, который невероятно одарен. Последняя минута пятого раунда. Джонс знает, что ждет от него публика. Что еще очень важно. Ни малейшего желания расправиться с противником просто первые 10 секунд боя. А он бы мог, наверное, это сделать. У него нет. Ему нужна эта игра. Потому что, еще раз повторяю, для него это действительно игра. Ну, вообще по натуре такой игрок. А я уже рассказывал как-то, что однажды вызвал у Рой Джонс возмущение тем, что в день боя за звание чемпиона мира, где он должен был титул свой защищать, он умудрился сыграть один тайм за свою баскетбольную команду профессиональную. Как же так? Какое несерьезное отношение к своему занятию. Ну, такого вот Рой Джонс. Продолжение следует... Именно поэтому, мой собак, я не призываю меня. Дважды Рой нанес удар по тыловичу, такой хлесткий слева, теперь справа и теперь слева, этот методично бомбит по одной цели, Келли опытный боец, он много на ринге повидал, он прекрасно понимает, что нельзя ни в коем случае поддаваться на этот трюк, потому что больше всего можно было как раз вот этого ожидать, после нескольких ударов слева в туловище обязательно на том же движении, из той же исходной позиции пойдет удар в голову. Джонс бьет этот удар на скачке, бросая всю свою массу в цель, временами Келли напоминает кролика перед дудавы, Джонс его гипнотизирует. Другая пренеприятнейшую ситуацию для тела я также удар на скачье только по туловищу джойнс очень хорошо знал что он зацепил первый раз если повторить этот удар будет обязательно очень больно самый болезненный удар в боксе удар в область печени конец раунда в своем репертуаре неожиданно все так всегда мэркерсон говорит джойнс он может повторить этот удар еще раз вот на повторе четко видно было что как джонс убедил теле что будет удар в голову слева а сам ударил в туловище мэркерсон интересно следить за тем как рой джон что-то задумывает и выполняет вот вся эта обработка противника слева с левой стороны угрозы ударом в голову бьет в туловище или наоборот это все попытки убедить теле в том что ничего справа ему не грозит но келли как я говорил уже достаточно опытный боец чтобы понимать понимать что опасаться надо вообще любых углов атаки самое интересное что джонс прекрасно может использовать ошибки против но больше всего но это уже просто издевательство вы видите что он сделал но как же как же вообще можно было попасться на такую просто вызывающую шутку я не знаю выглядеть так глупо вот это рой джонс в лучших своих проявлениях для него а бой это проявление юмора чего не скажешь о его противнику так вы думаете есть ли шансы у Бернарда Хопкинса против джонс он в а в 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 этот рой джонс всему прочему он еще и певец рэпер такой недавно выпустил свой диск смотрите что он делал то в аналы войдет вообще бокс дал убрал руки за спину и на это уже просто издевательство надеюсь друзья мои теперь вы понимаете почему роя джонса называет лучшим боксером мира потому что он исповедует бокс который уже давно не видят на ринге бокс который проявляется высшим уровне искусство самозащиты остроумие и непредсказуемость считаю что все эти восторги оправданы вот так друзья это настоящий концерт в общем они боксерский матч надеюсь вам понравилось мне остается только пожелать вам всего доброго и до новых встреч